Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Сегодня мы с вами поговорим о том, как настроить автоматическую пересылку своей почты на другой адрес. Заставочка. Итак, как настроить автоматическую пересылку? Для чего это бывает нужно? Например, у вас несколько ящиков и вы хотите иметь поменьше почтовых ящиков, которые просматривать на ежедневной основе, поэтому вы хотите собирать с разных адресов почту в один ящик. Для этого или для подобных целей вам бывает нужно настроить автоматическую пересылку всей входящей почты на какой-то определенный адрес. На один адрес или на два. Обычно на один это делают. Как это сделать в Outlook 2016? Для этого мы пойдем в меню «Файл», «Управление правилами и оповещениями» и создадим новые правила для пересылки. Здесь нужно отметить, что бывает пересылка сообщений, а бывает перенаправление сообщений. При пересылке сообщений исходный адрес подменяется на ваш, то есть как бы письма идут уже с подставленным вашим адресом. Если вы на каком-то ящике собираете почту, то все пересланные письма будут показаны как от вашего адреса, а не от адреса оригинала. В то же время есть возможность настроить перенаправление почты. В этом случае исходный адрес отправительно сохраняется, поэтому для вас как будто ничего не меняется. Такое впечатление будет, что письмо написали именно на ваш адрес, а не на тот, с которого вы перенаправили. Немного сложновато может быть, но попробуйте. Итак, мы создаем новое правило. Здесь мы выбираем применение правила к полученным мной сообщениям. Нажимаем дальше. Мы хотим, чтобы правило работало для всех сообщений, поэтому какие сообщения стоит отбирать? Все сообщения. Здесь мы ничего не выбираем. Нажимаем дальше. Вот Outlook нас спрашивает. Данное правило будет применено к каждому получаемому сообщению. Это правильно? Да, именно этого мы и хотим. Подтверждаем. Теперь вот что нужно сделать. Перенаправить. Именно то, что я говорил. Здесь есть пункт Переслать, а есть пункт Перенаправить. Вот именно пункт Перенаправить и будет правильным выбором для нас. Выбираем его. Появляется вот такая вот ссылочка, адресаты или общая доступная группа. Здесь нужно указать, куда мы собираемся пересылать. Нажимаем. Открывается папка Контакты. Для того, чтобы пересылать на какой-то адрес, его для начала нужно завести как контакт. Иначе ничего не получится. Поэтому, если вы еще это не сделали, заранее сделайте. Я вот хочу пересылать, например, на вот этот адрес. Вы видите, что здесь можно выбрать и список. Как управляться с контактами? Можно будет посмотреть по ссылочке. Вот здесь вот сейчас сверху будет. Я выбираю свой вот этот вот адрес. Единый какой-то мой для сбора. Нажимаю Кому. Окей. Теперь у меня вот настроено правило, когда получены сообщения, перенаправить их для вот этого адреса. Нажимаем Дальше. Здесь можно настроить какие-то исключения, то есть какие сообщения вы не хотите, чтобы были перенаправлены. Ну, обычно это делают для всех сообщений. Нажимаем Дальше. Зададим имя правила. Например, напишем Пересылка всех писем. Нажали Готово. Здесь нужно выбрать Включить правило. Вот этот пункт лучше оставить выключенным, потому что зачем нам пересылать, когда все уже есть. Но, может быть, вы хотите, если всю имеющуюся почту переслать, перенаправить, то включите эту галочку. Я не буду включать. Нажимаю Готово. Вот мы видим, что правило создалось. Пересылка всех писем. Это правило действует не только на клиенте, то есть оно будет работать не только когда Outlook запущен, а это серверное правило, что, собственно, нам и нужно. Нажимаем Применить и ОК. И возвращаемся в Outlook. Теперь все письма, которые будут поступать в папку Входящие, вне зависимости, с какого они адреса пришли, без всяких условий, будут пересылаться, а точнее перенаправляться вот на этот адрес, так как я и настроил. Давайте зафиксируем. Пока вы нажимаете кнопку Подписаться, я вам еще раз это покажу. Нажимаем Файл. Управление правилами и оповещениями. Вот здесь мы создавали новое правило для всех полученных сообщений. Выбирали Все. Выбирали здесь Перенаправить. Выбирали Адресата. Вот давайте какого-нибудь другого адресата Пупкина выберем для того, чтобы запомнить. Дальше мы нажимали Дальше. Фильтрации никакой не надо. И вот это правило, которому мы не дали другого имени. Тут вот оно есть. Его можно нажать Изменить. Переименовать, точнее. Мы можем его переименовать как Пересылка Пупкину. Вот. Таким образом правила создаются. Давайте удалим теперь ненужные мне правила. Вы нажимаете Подписаться. Поделитесь этим видео. Напишите комментарии. А также вы можете прочитать интересную статью о том, как настроить пересылку или перенаправление почты на сервисах Mail.ru или Gmail. Ссылочку на эту инструкцию я оставлю в описании. Спасибо вам большое, что смотрели. Подписывайтесь. Делитесь этим видео. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует.